Макс тоже увидел, что морские свинки здесь, так близко. Галчата ТВ Всем привет! Вы на канале Галчата ТВ. Мы до конца обустроили домик для нашей Баффи, и мы ей повесили новую кормушку, просто супер-кормушку, о которой я уже рассказала в прошлом видео. Теперь ей вот эта маленькая кормушечка уже не нужна, и я ее заберу, потому что у нее теперь будет отличная кормушка. Вот эту клетку она теперь использует исключительно как поесть и туалет. Вот она запрыгивает, она здесь поела, попила и сходила в туалет. И в принципе весь ее домик, весь ее вольер остается чистый. Мы уже пробовали его, он уже несколько дней у нас стоит. И я очень сильно довольна. Я еще положила сюда ей веточки, с которыми она, видите, как съедает кору. Мне было главное, чтобы она не грызла сам вольер. Но пока я не вижу, чтобы она грызла его. А места, конечно, для нее здесь очень-очень много. Алиска увидела, что наши морские свинки на полу, потому что мы сейчас меняем как раз для них подстилку. И Алиса просто прибежала с криком «Морские свинки!» Вот наши морские свинки Куки и Зефир. Сейчас вы их сможете хорошо рассмотреть. Вот наша собака Алиса. Вредная такая девочка. И где-то наш кот Макс, который сбежал. А, вот он пришел. Макс, а мы тебя же прям заждались. Думали, как же мы без тебя? Ну, конечно, заждались. Никто из вас даже не предложил нашим зрителям подписаться на наш канал. А зрители, подпишись, если ты еще не подписан, и нажми на колокольчик. И не забывай, что у меня есть свой новый канал «Говорящего кота Макса». Ну, продолжай, мама, слушай. Макс теперь очень любит наблюдать за Баффи здесь, отсюда. И иногда он к ней запрыгивает. И они забавно играют в вольере. Размер, кстати, этого вольера – метр пятьдесят на метр пятьдесят. То есть у нее здесь просто огромное количество жизненного пространства. И при этом все безопасно. Она больше не сделает нам потопы, как она это сделала один раз. И, конечно, нас очень расстроило этим. Макс тоже увидел, что морские свинки здесь, так близко. Да, Макс, морские свинки здесь. Но сейчас они снова вернутся в свою клеточку, как только мы поменяем у них наполнитель. Баффи занята плотно поеданием корма. Но я ее понимаю и не хочет отвлекаться на всякие мелочи. А можно тогда, пока Баффи кушает, я скажу спасибо всем нашим зрителям, кто пишет мне комментарии. И я очень люблю их читать и стараюсь отвечать на них. Но даже если не отвечаю, будьте уверены, я прочитал. Спасибо вам за них. Вот она уже поела и весело выпрыгнула со своей твой. Вы сможете понаблюдать, как она перемещается по своей клетке. На самом деле кролики достаточно забавно перемещаются. Они ведь прыгают, они не ходят, а прыгают прыжками. И это забавно видеть. Причем они на самом деле могут развить огромную скорость. Я даже не ожидала, что не могут так быстро прыгать. Это просто супер. Когда наша Баффи, кстати, оказалась в этом вольере, Алиса тут просто сходила с ума. Она гавкала, она не понимала, что происходит. Но потом она уже тоже успокоилась и наконец-то замолчала. Баффи, это твой такой шикарный домик. Баффи, кстати, бывает спит на первом этаже, а бывает спит на втором этаже. То есть у нее это тоже такое под настроение. Но классно, она теперь любит залазить наверх и наблюдать, как себя ведут другие животные. И жизнь ее просто заиграла новыми красками с таким отличным домиком. Я буду ждать ваши комментарии. Пишите мне, пожалуйста, что вы хотите, чтобы я еще здесь добавила. Как видите, я уже много чего добавила. Кто-то говорил, что нужно еще добавить коврик. Я тоже про это думаю. Но дело в том, что Баффи, она просто этот коврик будет грызть. И ниточки будут попадать ей в желудок, что не есть хорошо. Поэтому пока от идеи с ковриком я отказалась. Но может вы что-то еще мне посоветуете, что можно добавить для того, чтобы этот ее вольер-замок был максимально комфортным. Ну а я скажу вам всем пока-пока и до новых встреч! И обязательно переходи на мой канал Кот Максико и смотри там новые видео. Всем пока-пока от меня тоже!